Список объектов соцкультбыта, которые в этом году будут отремонтированы, довольно внушительный. Это и старый газовик, и нефтяник, и детская школа искусств. Больших спортивных объектов в этом списке два КСК «Ямал» и самый известный спортивный долгострой «СОГ» в 9 микрорайоне. Правда, здесь речь идет о строительстве. Ирина Потехина продолжит. Первую сваев спортивное будущее 9 микрорайона забили еще в 2005 году. Теперь все старые опоры придется демонтировать. Восемь лет простою под открытым небом железобетон не выдержал. К тому же фундамент на спортивном объекте был заложен с нарушением технологий. Последняя экспертиза, результаты которой стали известны совсем недавно, окончательно признала старые конструкции непригодными. Бетоны, они уже выложены, во-первых, они уже разрушились практически. То есть их все равно надо будет убирать и надо будет переделывать. А основные нарушения были по металлу. Расстояние между колоннами. Оно больше, чем нужно? Угу. Суды с горе-подрядчиками, которые впустую потратили десятки миллионов бюджетных рублей, тянутся несколько лет. И конца им пока не видно. Между тем, в июле этого года объект выставят на торги. И если все пойдет по плану, скоро здесь должна закипеть работа. 48 миллионов рублей – это финансовое вливание в сок на 2013 год – должны вытянуть спорткомплекс из разряда долгостроев. Это мы сделаем, закажем фермы, восстановим фундаменты, то есть основной каркас зданий, чтобы к зиме хотя бы попытаться закрыть портурку, выйти на внутреннюю работу. Александр Николаевич, получается, что фактически сейчас в соке будут сделаны те работы, которые были сделаны уже, но сделаны с нарушениями? Да. Если за работу возьмется серьезный подрядчик и финансовая составляющая будет в норме, то, по приблизительным расчетам специалистов, недели хватит на расчистку с территории от старых железобетонных конструкций. И года достаточно для того, чтобы здание ввести в эксплуатацию. «Зенит» – самый большой на сегодня спорткомплекс в городе – возвели за полтора года. Так что и здесь все может получиться, если коробку сока, которая значительно меньше «Зенита», собрать до морозов. «Вот тут вот она уже гудит, вот здесь она стоит нормально. Нету соединения с бетонной плитой. Ну вот здесь она останется, а здесь она со временем поднимется или просядет». А вот в отношении КСК «Ямал» столь быстрых временных прогнозов никто не делает просто потому, что едва будут закончены работы в культурной части, как надо будет браться за спортивную. А в целом ситуации на спортобъектах схожи. Оба в долгом простое. Так же, как и СОК в 9-м микрорайоне, на ремонт «Ямала» в этом году наконец выделены деньги. Также в июле объект будет выставлен на торги. И также прежний подрядчик натворил здесь таких дел, что сначала придется все разбирать. От ковра новой стяжки, говорит замдиректор «Ямала», в лучшем случае оставить можно процентов 20. От штукатурно-малярных работ – вообще ничего. Как само здание, здание неплохое. Понятно, устаревшее уже может быть там дизайн фасада, устаревший тот же пусть мрамор, но материалы, которые здесь были, это все равно неплохие материалы. Кстати, в прошлом профессиональный строитель Юлия Ивченко считает необоснованными опасения некоторых горожан, что под «Ямалом» неустойчивая почва и что капитальный ремонт здания – это впустую потраченные деньги. Сносить нас не надо. Твердо стоит, никуда мы здесь не уплывем. КСК «Ямал» мы сделали обследование в свое время, выполнили усиление конструкции здания, то есть оно в рабочем состоянии. И в этом году у нас уже общестроительная, так сказать, отделочная работа будем проводить. Вместе с фасадом и входными группами. Сейчас фасад находится на рассмотрении в архитектуре у нас в городе. И последнее. Проект внутренней отделки холла, сцены зрительного зала, расположенных в культурной части комплекса, уже есть. А вот вся документация для капремонта спортивной части «Ямала» только будет готовиться. Если получится с этой работой справиться в этом году, говорят в ДМЗ, то на следующий год можно будет планировать работы. И начинать придется с бассейна. Срок годности пленки, которой покрыта его чаша, превышен в два раза. И лишь благодаря хорошему обслуживанию и профилактике спортобъект пока еще держится на плаву. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города. Новости нашего города.